Веган Христолюб Если есть места обитания людей, где питаться можно только трупами убитых животных, а как же эскимосы и разные деки племена, им нечего будут есть и они умрут. Я вам даже не стал делать скриншоты, конечно же, мне как вегану и в личку, и при личной переписке, и в разговорах, и в комментариях под роликами, везде, конечно, не раз это писали. И, безусловно, это очередное просто оправдание, которое мы сегодня с вами разберем, на него очень легко ответить. И вы знаете, как вы видите, это видео я записываю в рамках такого общего плейлиста, серии роликов. Получилось там в этом плейлисте 38 видео уже, 39 вот это получается будет. Не веган, потому что взял за основание я такую серию у Эда Винтерса, Эда землянина, благовестника, проповедника и активиста вегана из Англии, и записал свою серию, читая его тексты и дополняясь своими мировоззрениями, рассуждениями. У него такого не было, и вы знаете, я его даже как бы пропустил, хотя, ну, постоянно это везде тоже пишут, я как-то что-то как-то оставил, думал и так уже устал все это записывать. Да, уж сколько я всего этого записал по веганству. Ну, вы знаете, когда очередной раз мне такое написали, я все-таки, я записываю все эти видео, безусловно, только для того, чтобы потом можно было этими роликами поделиться и одно и то же всем не отвечать. Конечно, вы видите, кто меня давно смотрит или кто впервые попал, я отвечаю долго, пространно, с большими предисловиями и послесловиями, и даже где самим телом проповеди, сутью. Я всегда распростираюсь по древу, как это выражается, да, но зато я стараюсь ответить в полноте и дать полную картину мира того вопроса, которого мы разбираем. По поводу эскимосов, все намного проще. Конечно, я тоже убеждался много раз в жизни, что толку, если человек не хочет, вы знаете, есть древняя мудрость великих людей, что желающим, не желающим измениться, помочь невозможно. Конечно, это важно всегда, это я вам уже как кто сам благовествует, проповедует или хоть какую-то активность проявляет, чтобы тоже не терзали сердцем. Я весь этот путь уже долго прохожу и, конечно же, это так. Если человек ничего не хочет, да, ему это бесполезно объяснить, хоть коротко, хоть длинно. Но действительно, для тех, кто хочет разобраться, полнота картины мира всегда будет полезна. По поводу ужасных картинок, как эскимосы, те же самые, все там в этой кровище едят этих бедных убитых животных. Вот их вон полно в интернете, я вам какую-то конкретную не стал ставить. Всего этой, всей этой трупятины здесь много. Ну, я вот такую себе девочка маленькая ест прямо сырое мясо, это, конечно, отвратительно. Вопрос очень простой и ответ на него, на эту отговорку, еще проще разбивается на три подраздела. Первый. Это, знаете, такой очень естественный вопрос. А зачем вы туда вообще забрались? Сам я живу в Центральной России, в Центральном Черноземье. Это Воронежская область, 500 километров южнее от Москвы, столицы России. У нас тоже зима бывает. Но дело не суть в этом. Даже если ты забрался туда, где ни одна травинка якобы не растет, хотя там как-то живут олени те же самые, что-то кушают. Знаете, это тоже немаловажный вопрос. Он хоть и больше сейчас относится к теории, как всегда, но вы знаете, порассуждать над такими вещами в жизни каждого человека, кто ищет истину, кто стремится к ее познанию, очень важно. И действительно, знаете, задумываясь о том, а зачем человечество вообще поперлось туда, где невозможно жить? Где невозможно жить свято. Люди, так называемые, религиозные, ну или признающие там, ну в разных религиях плохо, хорошо, все равно говорится о сотворении неба и земли, там, мироздания, вселенной, человека, да. И все они, в принципе, как бы плохо или хорошо об этом не говорили, ну, лучшая картина мира, на мой христианский взгляд, хотя я изучал все религии, все-таки описано нам в Библии, да, все это рассказано, показано. Хотя отголосками есть и подробности, даже порой очень важные, в каких-то других трактатах, которые до нас дошли. Хотя истина от древних времен, от первых песен доходит к нам через устное предание, через всякие древние, даже трактаты, такие художественные, так скажем, да, вот, сказки какие-то, все это тоже доходит. Но простота в том, что Бог создал человека в раю, если уж так, сейчас даже не важно, ссылаясь там на Библию, нет, создал человека в раю прекрасным, да, и там не было ни мороза, ни холода, питание было навалом, да. Даже после грехопадения человечества, несмотря на то, что земля оскудела, да, и стала проклята человеком за то, что он как раз первый грех человека был убийство живого существа, животного, пожирания его трупа, несмотря на все это, жизнь продолжалась, да, и продолжалась она в раю. Ну, кто знает, это можно мифом назвать, неважно, да, что все-таки этот рай где-то и находился на территории современного, там, Израиля, хотите, где-то там, да. Там именно, оттуда все началось, вполне возможно, да, и поэтому, конечно, то, что люди сами поперлись туда, поперлись туда грешные люди, поймите тоже, это не святые люди, да. И животных стали убивать, как я вам еще раз сказал, на моем канале, вот в этих плейлистах, христолюб, веган во Христе, а еще лучше веган по Библии, вы сможете все это узнать. Первый самый грех, это было именно убийство живого существа, и поэтому, конечно же, люди спокойно стали распространяться по всей земле, только потому, что им было насрать на животных, они их убивали, и поэтому, да, могли себе позволить жить там, где не надо было жить. Живой пример, я всегда, я вот тут, знаете, я так и написал себе пометками, я никакую статью большую писать не стал, зачем люди вообще поперлись в места невыносимого существования, свободной земли до сих пор навалом, пример России. Посмотрите, мы с вами живем в современном мире, сегодня у нас 5 марта 2022 года, я живу, говорю, в России, это огромная территория земли, незаселенная абсолютно, причем незаселенная даже не то, что там какие-то северные земли, у нас южные незаселенные, у нас огромные пустыри, да, у нас даже не то, что, у нас эту землю даже не способны в то же самое население России даже использовать под сельхоз там как угодно, вообще под что-то, она просто стоит, эта земля, так как скажем, да, никак не используется человеком. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем какому-то человеку пришла дурная мысль в голову, упереться куда-то туда, где жить невозможно, где нет солнышка, да, раз в сто лет там, где холода, дубильник, нечего есть, ничего не растет. Вот скажите мне на милость, зачем ты поперся? В современном мире очень много людей, блоги вон ведут, так и называют по сути свои каналы, там, переехал на юг, да, вот, причем переезжают именно откуда-нибудь оттуда, вот, потому что действительно жить там, где тепло, хорошо, светло, все растет в изобилии, это же прекрасно, прекрасно. Так зачем он туда поперся? Ну, ответ я вам, надо вам говорить или вы сами ответите? Человек-идиот, человек-бессердечный идиот, именно поэтому туда поперся. Первый он идиот, второй он бессердечный, вот именно он поперся туда, где невозможно есть там растительную пищу, но можно убивать животных, да, их есть. Ответ какой? Поперся туда, бессердечный идиот. Так чтобы не быть этим бессердечным идиотом, что нужно сделать? Второй ответ на этот вопрос, в современном мире, тем более, в современном мире, даже если там кто-то живет на севере, там про этих эскимосов вечно трогают, да ладно, сейчас там живут вот именно люди уже современные, эскимосов представляют такими, да, дикарями там, которые, ну, по сути, они такие отчасти есть, конечно, да, вот, но ведь там сейчас живет не только эскимосы, Люди, которые просто живут вот обычной жизнью, поют песни, да, ходят туда-сюда, детей растят, да, едят, пьют и веселятся. Ну, пожалуйста, современный мир, да, там есть какие-то уже мы городов понастроили на этом севере, люди занимаются там, как-то, как-то, с наукой, еще чем-то, потом туда уже обычные люди живут, обслуживая каких-то, кто туда поехал зачем-то, за великим исследованиями там и так далее. Ну, в современном мире сейчас все есть в магазине, на севере то же самое, все туда везут, в Мурманске, в России вы можете купить все то же самое, неважно, почему там это стоит, там и зарплаты соответствующие, да, у них вот, абсолютно все, они покупают, абсолютно все, им все разнообразие веганского питания доступно. Пожалуйста, в чем проблема, перейти на веганство на севере, проблем нет. Ну, и третье, это я всегда об этом говорю, я пишу, выбор всегда есть у человека, переехать или покупать продукты, ну, о покупке я сказал, и теперь мы говорим о переезде. В теплых местах есть выбор, переезд это нормально для любого человека. По поводу переезда, вот еще раз то, что я сказал, вы знаете, когда, возьмите любой другой пример, вот, как будто сейчас не внешне вам кто-то веганство втирает, да, сколько примеров, когда люди уезжают из первоначальной среды своей обитания, родился в одной стране, уехал в другую. Посмотрите, сколько причин, по которым человек покидает свою страну, причем покидает эту страну, уезжая в другую страну с другим языком, с другой культурой. Да это все ладно, все внешне что-то такое. Человек уезжает, а это может быть очень важно, потому что нет ничего в жизни важнее, прежде всего жизни, потом за жизнью идет вторая ступенька и важность в жизни, это здоровье. Нет здоровья, нет ничего в жизни, все мы прекрасно понимаем. И люди уезжают. В основном, возьмем сейчас даже причину, вот именно сохранение своей жизни, здоровья, вот этих первых важных в жизни вещей, да, без которых жизнь сама невозможна, жизнь без жизни и жизнь без здоровой жизни. Вот, если ты болен, тебе и жизнь не мила, да, вот, берем здоровую жизнь полноценную. И многие бегут, переезжают из своих мест обитания, то есть города, ну, может быть, это, это может быть семья, да, человек из семьи бежит, там, из какой-нибудь адской, возьмем это село или город, в частности, бежит, да, более крупные страны куда-то бежит. Ну, дальше планета пока сбегать, земля, планета земля пока некуда. То есть, вот это все мы видим, да, то есть люди меняют спокойно свою среду, жизнедеятельность. Он вырос там где-то в отецком доме, ну, не знаю, может быть, в интернате, не суть важна. Человек где-то живет и уезжает. И, действительно, переезд в другое место обитания, и ладно переехать от родителей куда-то там в соседний дом, грубо говоря, одному просто жить, да, лишь бы там с ними с ума не сходить. Одно дело переехать из одного города в соседний город, там, в 100 километрах, из Воронежа, в Липецк. Это одно дело, да, и даже переехать там из России куда-нибудь там, не знаю, в Белоруссию или Украину, близкие такие страны и климатически все это. А другое дело, люди меняют, действительно, уезжают, да вот именно возьмем крайней степени, там, с Мурманской, даже едут там не в Сочи, в Российский, а едут куда-нибудь вообще в Таиланд, да, или в Египет там жить. Это абсолютно другие климатические условия, и, действительно, тут многие могут сказать, что у человека может там со здоровьем, не каждый себе это может позволить, не каждый может принять. Я вот, наоборот, как человек, по российским понятиям тогда можно сказать даже что-то, можно ближе сказать, что даже к югу, хотя как раз Воронеж находится, в принципе, в равной удаленности и от Петербурга, и от Сочи, именно поэтому мы называемся Центральным Черноземьем, да, ну, или Центральным, этими точками Черноземья даже сейчас не суть, так важно. Вот, то есть мы живем по центру этой вот вертикали, ну, я живу, да, и тот же самый Питер, я там был, да, в Карелии ездил так, ну, посмотреть, отдохнуть в свое время, и, конечно же, я говорил, что я там жить не смогу, да, и не хотел бы, и, возможно, у меня будет там проблемы со здоровьем, та же самая вечная влажность, холост, холод, сырость и так далее, да. Ну, это, опять же, чисто мои мысли, это же не факт, что так будет, может быть, я там и смог бы жить, вот именно вечно эта темнота, белые ночи, которые даром не нужны, да, при них спать невозможно, и так далее, вот. Но при этом, кто знает, я хотел и в Сочи жить, да, и после проезда и желания там найти что-то на ПМЖ, я от этой идеи тоже отказался, понял, что это тоже не мое, вот как выяснилось, что хорошо там, где я родился в этом плане, да, но люди переезжают, и многие действительно меняют кардинальные, у меня такие люди есть лично, это мои друзья детства там, я знаю, еще однокурсники, одношкольники там, вот это все, уезжали, да, и всю жизнь там уже, я знаю, живут там вообще и на других континентах, я говорю, кто в Америку свалил, в Северную, Южную, кто на Восток, на Юг уехал, далеко я имею туда, вот, и меняли именно климатические условия, и ничего, живут до сих пор, вот, и плюс потому я вот именно, несмотря на здоровье, казалось бы, я живу сейчас там, где я и родился, у меня всю жизнь куча проблем со здоровьем, вот, поэтому казалось бы, там куда-то тоже, говорят, уезжает, там какие-то проблемы начинаются, да, как будто там, где ты живешь, у тебя проблем нету, вот, поэтому, конечно же, переезд это нормально, и возьмите, что человек, и ту мыс, понятную, просто вдумайтесь, что действительно человек переезжает, как всегда, он бежит от чего-то плохого к чему-то лучшему, хорошо, вас не устраивает веганство, просто, к примеру, возьмем, ну, вот, девушка, женщина, да, может, даже парень, парень, может быть, там, нетрадиционно, еще возьмем какую-нибудь ориентацию, мы знаем, люди бегут из, там, стран, где у них, или женщины, просто, которые не хочут, чтобы ее, девушку, чтобы ее насильно, по законам шариата, выдали без всякой любви, там, даже пусть плотской, телесной, какой-то душевной, неизвестно за кого, да, за какого-то дядю Степу, которого она знать не знает, только потому, что там родители выбирают, да, на ком там выгоднее жениться, да, и ты должна быть послушной рабой, и более того, ты вообще не хочешь жениться на, там, мусульмане, допустим, с его этими законами шариата, ты хочешь жить в свободной стране, и жить свободно, и любить, кого хочешь ты, когда хочешь, да, и как хочешь, вот, пожалуйста, и люди же уезжают, вот вам чем не причина, она считает это зло, это добро, и ради этого добра она уезжает из своей страны, уезжает из своей земли, и, как я уже сказал, эти переезды могут быть не на, не на 5 километров, в соседний дом, не на 10, не на 100 в соседний город, не на тысячу, даже в соседнюю страну, а на несколько тысяч, да, в далекую страну, вот вам живой пример, и таких примеров можно сколько угодно привести, вот, кто-то едет на заработки, в тот же самый север, как едут, как бы, едут из-за денег, вот, то же самое, наоборот, кто-то на юг едет, по этим же всяким самым причинам, и ничего, живут люди, поэтому, вы знаете, это же просто отговорка, когда человеку, ведь, вы поймите, души, которые рождаются, и в эскимо, там, на севере где-нибудь, да, в народе эскимосов, или еще что-то, там такие же люди рождаются, мы все абсолютно одинаковые, у нее тоже приходит прозрение, либо божье откровение, она вот смотрит на все это убийство, и пусть ее там даже вырастили, как мы все, я сам из трупажоров, да, я не вырос в семье веганов с детства, да, вот, и человек, который это видит, и потом от этого отказывается, приходя в сознательный возраст, понимает, что он этого не хочет делать, он посмотрел в очередной раз в глаза, может быть, там, убитому, там, киту, оленю и так далее, и все понял, медведю там, да, и Бог его осенил, мы все знаем, как приходит покаяние, все, и он понимает, что это другой мир, он не хочет этим жить, поэтому, знаете, все это отмазы, и действительно, как многие веганы, ну, там уже в горячке начинают таким писать, да, ты сам-то эскимос, да, ты сам-то там был, и какая тебе дела до эскимосов, у тебя-то своя жизнь, у тебя своя ответственность, и за все свои грехи, ты дашь ответ за все свои злодеяния, боль, страдания, слезы, кровь, которую ты пролил, и слезы, которые ты пролил, был которым причиной, мы все в ответе будем, вот, но даже, я говорю, так рассуждать, только рассуждать, пока он сейчас так злой, и злого сердца из его исходят вот такие вот якобы оправдания, а ведь это не так, а ведь доброта-то это естественно, ведь этот человек тоже хочет в Царствие Небесное, он уже здесь не хочет этот ад, ведь все эти убийства, это же не просто так, знаете, привыкли к этому мясу-мясу, и все вот это вот, все, что вот это даже на картинках мы видим, это же какой ад, это же не просто там какая-то трупятина, это вот только что убитое живое существо, которое кричало, которое ловили, убивали, душили, это же все ад на землю выходит, вот, и нормальный человек не может с этим жить, не может с этим мириться, мы все хотим жить в раю, все хотим жить там, где любовь и доброта, вот, никто не хочет слышать этих, никто нормальный человек не может слышать вопли человека, животного, а ведь они там слышат их целыми днями, и этот вопль потом стоит у тебя в ушах и в сердце, и в голове не один день, пусть они там не каждый день этого оленя режут, там, на неделю нарезали себе, у нормального человека он потом себе покойно ходить не будет, вот и все, поэтому, конечно, все это отговорки, человек, которого Бог просвещает, и который на это его просвещение, на это его призыв откликается, раскрывает свое сердце, он всегда сделает правильный выбор, поэтому любому эскимосу, или человек, который там на севере живет, пусть даже работает, вы знаете, когда человек познает истину, Иисус правильно сказал, кто возлюбит эту земную жизнь телесную ради жизни вечной, тот потеряет ее, и ее, и свою душу, и, естественно, когда по плоти этой жизни придет конец, а тот, кто выберет меня, тот все обретет. Вот так вот, когда человек вот такой вот услышит, узнает эту истину, вы ему скажете, да, у него она в сердце, в любом случае, Бог в каждом человеке, когда камертоном у него отзовется, может быть, ваши слова, или сам он уже не сможет сопротивляться голосу Божьему, который будет все больше у него возгреваться, разгораться внутри, выход есть всегда, Бог не ставит, даже несмотря на эту проклятую землю, так скажем, которую человек сам изуродовал своим первым грехом, и потом их небескалеченным количеством, человек остается свободным. Даже перед лицом смерти избирать добро, потому что смерти не существует, даже тебя за добро уничтожат, ты-то вечен, да, и пойдешь как раз туда, куда ты какую-то здесь жизнь и мир вокруг себя созидал, в таком-то мире окажешься вечно. Вот и все, так что ответ на этот вопрос проще простого. Было бы желание, было бы внутри сущность любви, желание любви, алчба и жажда правды, и все это открывается, и все меняется, и люди меняют свою жизнь очень кардинально, и когда хотят отстраниться от какого-то зла, избрать какое-то добро. Когда этого любого эскимоса Бог просветит, он побежит из этого ада, он куда угодно побежит, да, и его никакие болячки, так сказать, еще неизвестны, еще все это неизвестно, переедет, может, ему там хорошо станет, да, неважно, какие у него там гены. Человек такое существо, знаете, он тоже, Бог так все придумал, можно подо все адаптироваться. Люди переезжают, переезжают, вот, и наоборот, как это, вот, я живу, где у нас зимы, ну, приезжают же у нас люди эти, ребята, девчата с Африки, афроамериканцы учатся у нас все, там, эти институты забиты, вот, ну, да, и сколько мемов там, они, ну, ненавижу вашу зиму, там весь трясется, ничего, живут годами, а многие потом остаются и в России жить, вот, так что ничего. И человек, который признает для себя это адом, который больше не сможет это терпеть, да, вот это все созерцать, он от всего этого отречется и просто переедет, вот, и все, в этом нет ничего вообще такого, знаете, куда там им бежать, да, что же, от родителей отрекаться, да, кто любит отца или мать, нежели меня, не достоин меня. Ради истины, ради любви и добра, в этом-то и суть этой школы жизни, адской школы жизни, которую все мы с вами проходим на земле, познание всего ужаса, зла, да, все его боли, всех страданий и всех радостей, любви, добра, которую к нам, и мы проявляем, да, сколько это счастья приносит человеку. Мы избираем сами абсолютно, и в этом нет ничего вообще великого или сложного, там, да, эскимосу, который познал истину от слов чьих-то или через внутреннее откровение, просвещение Богом. Он так же выберет и будет спокойно жить. Вот, я говорю, в современном мире вообще не проблема. Эскимос может уйти куда-нибудь в город, там, на какую-нибудь работу устроиться, там, они сейчас тоже образование получают. Все это, знаете, все это нагнетается. Там любой конкретный случай рассмотришь, и всегда есть выход. Нет, всегда абсолютно. Поэтому те, кто любит на вот эти все оправдания ссылаться, они ставят якобы какие-то неисполнимые системы, там, вопросы, закономерности, случаи, сами, как бы, рамки закрывают, якобы из них выйти нельзя. Нет, и отовсюду есть выход. На крайний вариант у христианина, у любого человека, познавшего истину, ну, у любого, кто стремится к истине, как бы он себя ни называл, вот, это человек, который, когда слышит голос, он избирает правду, неважно, даже до смерти, для него неважно. Люди за свое стояли, за свои принципы, порой за очень маленькие, да, и готовые и страдали, и умирали, были пытаемые, посаживали в тюрьму, и страдали, и здоровье теряли. Люди за политические взгляды страдали, умирали, объявляли голодовки, вот, ради, знаете, это вопрос в человеке, вот и все. Я говорю, когда вы такое слышите, вы можете раз-два попытаться объяснить человеку, вот, я уже все сказал, да, потому что светлое, мое сердце светлое и чистое, оно, естественно, в мир проецирует добро и любовь. Ну, а дерьмовое, грязное сердце, оно из себя всегда будет изрыгать всю блевутину. Вот и все. Вот и все. Причем, кто это пишет, они сами, говорю, не живут там. Она пишет, ты где сама-то живешь? Она еще и напишет где-нибудь там в районе Сочи, вот именно на юге России мне там, может, вообще в другой стране там где-нибудь, в Греции на берегу, да, море теплого, где все, и так у них по три урожая в год собирает, да. Ну, да, для нее отмаз, а как же эскимосы. Они за свое ответят. Люди не просто так поселяются, души переселяются. Все убого, не просто так, да. И каждый даст ответ за свою жизнь. Причем он не будет давать, как есть там, знаете, в том же самом православии где-то, так как они верят в одну там жизнь, да, что вот, просто каждого Бога будет судить по ситуации, по его, а вот для него это добро, а для того... Ну, там у них есть такие бредни, что якобы вот как раз чуть ли человек не выносимые условия были поставлены, вот как бы ему будет скачиваться. Нет, нет. Мы все проходим все эти школы жизни, все. Абсолютно. Это не важно. Никакие внешние обстоятельства не оправдывают зло. Ни одно. Вот. Это как раз твой просто урок жизни, вот и все. Возможно, ты должен пойти на маленькие жертвы в каком-то поступке жизни, возможно, на большую. Это твой выбор. Вот. Так что вот так вот. Такой вот простой у меня ответ. Я обычно долго записываю, но 25 минут для кого тоже много. Прибавить, убавить мне даже нечего. Все это выбор человека. И всегда есть выход поступать по добру или по злу. И уж он есть, потому что у тебя всегда есть конец твоей жизни. Умри, но зла не сотвори. Вот и все. А за это даже умирать не надо. Элементарно свою жизнь скорректировать. Веган элементарно может стать в так называемых, не знаю, цивильных каких-то местах на севере. Сейчас, если уж там живете, вам там нужно какое-то время побыть. И именно, если вы живете, где есть магазин и все. И вряд ли меня уж услышит какой-нибудь там эскимос, где интернет, у которого телефона нет. Но хотя сейчас вот именно, только кажется, они там такие дикие, давно уже ездят на мотоциклах. И это единица, где там какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь отшельник живет где-нибудь в пещерах, ничего не слышит. Уже мир давно стал современным от единицких людей, да. И у них есть такой же выбор. Все то же самое. Покупать все это в магазинах или где-нибудь там работают или ходят. Или вообще от этого образа жизни уходить и ехать куда-нибудь, куда хочешь. Где и потеплее, где можно, хочешь, вон, на земле живи в деревне, хочешь, в больших городах какую-нибудь профессию себе обретай и живи там в квартире. Выбор есть всегда. Ради добра выбор есть всегда. Причем это, говорю, школа жизни, об этом надо не забывать. Причем говоришь обычно с религиозными людьми, особенно я-то по тому, как я христианин, проповедую все это, сталкиваешься. Ну, да, там, конечно, от слова христианства у них, особенно если они религиозные, одно просто название и слово. Духа там никакого христианского нет. То, что дух христианства, дух истины, дух любви, свободы и бессмертия. Это все, вот это, вот, важно понимать. Вот такое вот видео. В конце, как всегда, анонсик всего моего творчества по веганству на канале Христалю проповеди у пищи в пустыне вегана. Есть, например, раздел, так называется, веганство. И на нем, ну, или вообще на канале найдете 4 плейлиста. Это веган по сердцу, где все не мои проповеди собраны, всякие там фильмы, лекции. А из моего контента вы найдете плейлист «Не веган, потому что», вот, ответы на вопросы в таком формате. Веган во Христе, это мои в свободе слова проповеди о веганстве глазами христианина. И веган по Библии, все места, которые касаются Библии, начиная от первых глав Ветхого Завета, окончая книгой Откровения, все места, которые связаны, которые тоже там приводят как в оправдание убийства животных и пожирания в их и трупов и так далее, все вот это, здесь вы все найдете. Почему человек, христианин, обязан быть веганом? У меня на этом все. Лепите лайки, делитесь этими роликами. Люди должны знать правду. Познавая истин, достигать святости и попадать в небесное царство к Богу любви. Субтитры создавал DimaTorzok